Миниатюрные книги в размерах не больше 10 сантиметров. В середине века в Горловке их начал собирать Вениамин Разумов. Сегодня в музее его имени более 9 тысяч экспонатов. В Донецке выставлено около трех сотен. Выставку посетил дончанин Григорий Дворников. Он тоже коллекционирует миниатюрные книги. У него дома их более двухсот. Тексты, конечно, удобнее читать в книге нормального формата. А эти книги, сколько в них вложено души издателя, шерифт надо подобрать такой мелкий и нарисовать к ним рисуночки. И чтобы это было красиво, это дорогого стоит. Те выставки, которыми обмениваются музеи друг с другом, позволяют людям, которые не были в других городах, не могут увидеть экспозицию или поехать не могут по каким-то другим причинам. Они позволяют познакомиться с музеями, не только с нашим Донецким музеем, но и с другими. А эту книгу можно читать только под микроскопом. На семи человеческих волосах написано по одной пословице. В болоте тихо, да жить там лихо. На языке медок, а на душе ледок. Гости музея – донецкие студенты-филологи. На Усерке представлена обширная экспозиция, начиная от книг зарубежных классиков, от книг детской литературы, заканчивая до отечественных классиков. Честно, я не вижу большого смысла в этих книгах, потому что для меня книга – это то, что можно взять в руки, она большая, и то, что можно прочитать перед сном, а такие книги не прочитаешь. Антонина Клеменкова работает в музее Разумова. Говорит, если посетители приходят повторно, то почти всегда с подарком. Наш музей пополняется за счет подарка. Подарки поступают к нам из разных стран. Конечно же, очень большой вклад делают наши горлочане. Мы ведем переписку с коллекционерами, миниатюристами. По словам Антонины Клеменковой, скоро сбудется заветная мечта основателя. Количество книг в коллекции перевалит за 10 тысяч. Азеля Мулякова, Арсений Александров, Кирилл Иванов, Панорама.